Да, меня зовут Артемий, работаю я в компании Авито. В целом это не основное, о чем я хотел сейчас рассказать. Хотел рассказать за эти пять минут, которые я планировал, на самом деле о том, как можно облегчить себе жизнь, просто перестав работать с базой данных через прокси. На самом деле, давайте так. У вас есть у кого-нибудь с собой деньги? Наличка? Есть? Раз, два, три. Короче, немного людей имеют с собой наличку. Почему? Потому что ваши деньги, они где лежат? Они лежат в банке, правильно? На карточке, так? Вот. А банк хранит их в базе данных. Поэтому, когда деньги оказываются в базе данных, мы хотим понимать, что эти деньги никуда не пропадут. Ну, как минимум, да? Как максимум приумножится, надеемся на это, но хотя бы, чтобы не пропали. Поэтому, как у нас все работает обычно? Есть мастер базы данных, есть ее там реплика. Эта реплика просто зеркалирует данные из мастера, ну, соответственно, к себе. Копирует. Вот. И когда у нас происходят какие-то проблемы, мастер падает, переключается трафик на реплику. Мы начинаем читать реплики, вернее, не так. Реплика апгрейдится до мастера, состояние мастера, все хорошо, все живем, никаких проблем нет. Но это в теории так, да? В теории оно все работает. Как на практике происходит? На практике происходит следующая ситуация. Значит, сидят, значит, DBA, ответственно следят за базой данных. В какой-то момент, ну, в какой-то момент, не знаю, там, ночью, вечером, субботы, воскресенье, у вас что-то падает, никто не знает, что упало. DBA говорят, все хорошо, все работает, никаких проблем с базой данных. Вы сидите, у вас приложение работает, ну, как бы работает, все корректно, вы там в кубернете три раза передеплоили, все равно ничего не работает. Ну, то есть, как бы, подкрутится, но запросы в базу не идут. Почему так? На самом деле, потому что, скорее всего, скорее всего, у вас нет мониторинга на проксе. У вас, скорее всего, между базой, вернее, не так, между приложением и базой данных находится прокся, которая следит за тем, как трафик идет, куда идет трафик. Потому что, например, если вы работаете с постгрессом, а я буду говорить о постгрессе сейчас в контексте постгресса, то, как у вас это обычно реализуется, у вас есть прокси, запрос от приложения идет в прокси, а дальше это прокся, она может уже решать, какую базу данных реально отправить нужен трафик, кто сейчас мастер. В постгрессе так работает. Почему? Потому что, ну, как бы, из коробки нету в самой базе данных каких-то поддержек, не знаю, переключения кластера, discovery, современных базовых данных, которые входят там в CNCF, такое уже почти есть. Они уже делают умные клиенты, и умный клиент становится, становится, как бы, стандартом. Почему хорошо бы отказаться от прокси? Почему бы нам вот не избавиться от прокси совсем? Я считаю, что если вы, сейчас у вас есть прокся между вашей базой данных и приложением, значит, нужно от нее избавляться. Это даст вам несколько плюсов. Первый плюс. Это то, что у вас запросы, как минимум, быстрее будут выполняться. Вам не нужно будет делать лишний хоп. Соответственно, производительность. Второй плюс. Вы сможете, как это, observability, это называется, наблюдаемый сервис, вы сможете лучше контролировать. Вот в той ситуации, которую я описал, у вас были DBA, и у них-то все нормально работает, база данных живет, никаких проблем нет. А у вас приложение тоже нормально живет. Но, скорее всего, ни DBA, ни вы не знаете, что происходит с проксией, потому что они ответственны за базу данных, вы за приложение, а это что-то на середине. Знаете, вот в России часто бывает, едешь, едешь из одного города в другой, тут бах, дорога кончилась. Вот это такая же история, когда, типа, область ответственности не пересекается здесь. Ну и, соответственно, почему я сюда вышел на самом деле? На самом деле, потому что до какого-то поры в Postgres не было возможности избавиться от проксии. Нужно было как-то руками контролировать то, что сейчас является мастером. Но с Postgres 10 в самой C-шном драйвере, который сами разработчики поставляют, появилась возможность на уровне драйвера определять, кто сейчас мастер. То есть драйвер может сам проверить, является ли это база данных, в которую вы сейчас пытаетесь постучаться, мастером. И если она мастером не является, значит, к ней коннектироваться не надо. Ну, понятно, есть там распределение нагрузки на чтение на реплики, но мы сейчас говорим именно про нагрузку на запись. Вот. Мы к мастеру не хотим, вернее, мы не хотим коннектироваться к базе данных, если она не мастер. Соответственно, что? Соответственно, если наш драйвер поддерживает вот такую возможность проверки мастер-слейв, мы можем просто скормить драйверу все наши эндпоинты, вообще все. То есть есть у нас там мастер и две реплики, мы их все три скармливаем драйверу, и пусть он сам разбирается, пусть он сам решает, куда ему присоединиться. Почему? Это реально выгодно для нас. Потому что сейчас логика вот этой проверки работоспособности базы данных перейдет из прокси в приложение. И мы сможем, во-первых, собирать логи, во-вторых, собирать метрики с этого дела. И в Postgres'е LPQ-сишная начала это поддерживать, но в Go, как известно, есть два, нет, три основных драйвера. Кто использует Postgres здесь? Давайте вообще так. Ого, ничего себе. Ну, слушайте, тогда я прям вообще не зря сюда пришел. Три драйвера. Давайте, кто сможет назвать два из них хотя бы? Подожди, Лена, ну, не надо. Ты и так все знаешь. Database SQL – это интерфейс. Ладно. Слушайте, есть три драйвера. Да, Лена все правильно. Ей надо гофера за правильные ответы. PGX – лучший драйвер для Postgres'а. И два остальных, ну, там, LPQ, вот он называется, и GOPG, их не надо использовать. Почему не нужно? Потому что вот у меня есть статья на эту тему, недавно публиковала как раз, как работать с Postgres'а в Go. Посмотрите на Хабре, была бы ссылочка, сейчас бы запостил, но… В общем и целом, драйвер PG, LPQ не поддерживается, GOPG в целом архитектура не очень. Вот, поэтому используйте PGX. Так вот, в PGX недавних пор я закоммитил возможность внутри драйвера, во-первых, проверять, скармливать ему несколько хостов, во-вторых, проверять каждый из хостов на то, является ли это сейчас база данных мастером или репликой. Это было первые два изменения. И следующим изменением была возможность задавать кастомный резолвер. Что значит резолвер? То есть мы можем сходить, например, в наш DNS и спросить, а вот по этому хосту, database 1 какая-нибудь, database 1, хост, дай мне все адреса, записи, IP-адреса. И вам DNS, например, вернет все эти адреса, и дальше база данных, драйвер все их перепроверит и найдет из них мастер. При этом в качестве резолвера может выступать не только DNS, а, например, тот же консул, который из коробки, кстати, DNS поддерживает, но можно и в его протокол завернуть. Можно использовать etcd. И в итоге мы убираем проксу, увеличиваем количество, уменьшаем количество хопов между нашим приложением базы и базы данных, получаем наблюдаемость наших сервисов, и при этом внутри драйвера мы можем динамически, динамически дискаверить все наши хосты. То есть если мы в DNS, например, будем загонять там реплику, все реплики мастер, драйвер сам найдет. При этом если у нас есть, грубо говоря, один кластер постгресса, а мы хотим на новые сервера переехать, так все просто. Мы берем, сетапим новые сервера, загружаем на них реплики, добавляем их в DNS, выключаем старый кластер, все, мастер поднимается, драйвер находит этот мастер. Да, жалко, что я без экрана, я бы сейчас показал вам, как это работает на примере. Но, тем не менее, поверьте, pull request в PgX уже слит, все это уже в проте, с недавних пор вышло, не 11 назад, нет, 15, PgX версии 4, и это концептуально новый подход к работе с постгрессом в Go. Поэтому все, спасибо, используйте PgX, рад был тут вам рассказать об этом. Давайте вопросы какие, если есть, я постараюсь ответить на них достаточно подробно. Следующий слот в 4 часа будет в митапной комнате про open source. И, Артемий, приходи, пожалуйста, как раз расскажешь про то, как ты contributile в PgX. Да, расскажу. Кстати, мы делали коммит, первый коммит мы делали совместно с Андреем Бородиным. Это человек, который в Яндекс.Облаке занимается постгрессом. И в Яндекс.Облаке невозможно было работать с постгрессом, пока, ну, в принципе, в этом драйвере не было поддержки вот этой вот функциональности. А Яндекс.Облако прямо в документации писало, типа, если у вас Go, используйте там такой-то подход устаревший. Давайте вопросы. Спасибо. Актуальная проблема. Ну, ты как-то вскользь упомянул про это. Мне кажется, что корень-то проблемы в том, что сам постгресс уже надо отправить на свалку историю. Мы все им пользуемся, но он не поддерживает мультимастера из коробки. Он требует конфигурации, вот это все время слежения за ним. Может, нам реально нужен какой-то уже new SQL, который сам все будет это делать, чем продолжать вот с постгрессом бороться дальше и дальше. Слушай, ну, как бы, не знаю, если бы здесь стоял Олег Бартунов, он бы был очень недоволен твоим вопросом. Но как бы в целом, что я тебе могу сказать? Я фанат постгресса, поэтому бойся теперь. Нет, на самом деле, да, я люблю постгресс как базу данных. Мне она нравится. Я считаю, что выкидывать ее куда-то нет смысла. Почему? Потому что, ну, это реально продукт, который делали люди достаточно умные, делали в течение, там, 20 лет. И в нем заложено столько, как минимум, там, теоретического фундамента, как максимум, не знаю, кода системных разработчиков, которым, там, лет в два раза больше, чем нам. И выкидывать, ну, такое нет смысла, потому что мы лучше не сделаем за короткое время. Да, есть всякие TI-DB, вот сейчас CNCF вошло, еще что-то. Да, ну, KUKROISH DB, но проблема в том, что, на самом деле, ну, какой-то магии нет. Во-первых, мастер-мастер из коробки. Что это такое? Мастер-мастер из коробки, по сути, невозможно реализовать. В этом случае у тебя, там, есть, грубо говоря, вот эта кап-теорема. Когда ты говоришь о мастер-мастер из коробки, ты убираешь букву C, consistency из этой кап-теоремы, и у тебя остается availability, и там, типа, partition ability. В общем и целом, ты, как бы, на самом деле, пытаешься избавиться от той части теории, ну, не знаю, математически пытаешься выключить ту часть, без которой невозможно работать. Вот Postgres, он пытается в себе и consistency, он две буквы берет, consistency и availability, вот. Поэтому, как бы, ты букву P, если букву P из него выкинуть, то все, как бы, плохо будет. Все, забудьте, короче, что я сейчас рассказывал. Это все очень теория, теория. Короче говоря, на самом деле нам сейчас Postgres выкидывать нет смысла, потому что ничего лучше нет. Вот так я скажу, если кратко. Я в принципе согласен, да, пока ничего лучше у нас нет. Ну вот, но… Просто у меня подход такой, что его не надо выкидывать, не потому что он хороший, а исключительно потому, что у нас нет ничего лучшего. На самом деле в нем есть проблемы, но они решаются. И, например, с выходом 12-й версии появилась поддержка движков. И в Postgres, движков это возможность в Postgres, например, поддерживать вертикальное хранилище, time-series хранилище и так далее. То есть Postgres станет, в какой-то момент он станет конструктором баз данных. Мы сможем этот Postgres использовать просто вот как конструктор, когда мы туда втыкаем нужную функциональность и работаем с ней. Ну, как-то так. Артемий, спасибо. Слушай, а в какой момент происходит резолвинг и какой верхец накладывает? Так, концептуально это работает так. Я технически хотел не углубляться, но давайте так. Значит, у нас есть пул коннектов, который изначально пустой. В какой-то момент мы хотим пойти в базу данных, происходит резолвинг адреса из хоста. Ну, либо у нас есть список IP-адресов, либо мы идем в DNS какой-то или там в какой-то Discovery сервис и получаем оттуда А-записи. Эти А-записи – это, ну, IP-адреса. Мы получили какой-то список IP-адресов, их там, например, три штуки. Дальше мы просто в первой IP-адрес коннектимся, открываем соединение по Postgres протоколу и дальше первым запросом после открытия соединения мы шлем запрос проверки transaction read-only. Если база, ну, если нам ответ возвращается там true, read-only, то тогда это значит, что это slave. Там есть определенный подводный камень в этом, но в целом мы типа проверяем, ты slave? База данных отвечает, да. Мы говорим, окей, следующий. Ты slave? Она говорит, база данных говорит, нет. Мы говорим, о, все. И это соединение, получается, в пул добавляем, работаем с ним. Все, вот так примерно. То есть оверхеда в момент, когда тебе нужно реально отправить запросы, у тебя есть пул соединений, ты их переиспользуешь. Какого-то оверхеда на проверку, каждый запрос нет. Если, в смысле, если мастер, упадет мастер и slave. Мастер этого не поменяется. Не, ну, если… Как-то в онлайне прям понять. А, в онлайне? Нет, не будет. В онлайне какого-то… Ну, нет, в онлайне какого-то discovery такого нет. Поверх можно напилить там поверх того же etcd, например, слушать etcd, смотреть, что бах, у нас endpoints поменялись, давайте все пул очищать, новые соединения устанавливать. Но это как бы немножко костыльный раз. Во-вторых, такую логику наверчивать… Нет, ну, такой подход изначально это не костыль, потому что, ну, как бы… А как еще сделать? То есть у тебя все базы данных, в принципе, ты, например, connect you to… Ну, не знаю, пусть будет Elasticsearch, да? Ну, хотя Elasticsearch по-другому, он просто ревотит запросы. Ну, в целом, например, connect you to вот к Natsu, да? Natsu тебе, по сути, скармливает на клиент список из коробки. Natsu работает так. Он тебе говорит, вот есть список моих серверов, вот тебе три штуки моих серверов, делай с ними что хочешь. Ну, примерно так. То есть этот discovery происходит на уровне… Вот из коробки в самом продукте происходит. В Postgres этого как бы нет, поэтому тебе приходится чуть-чуть это сверху допиливать. Но зато как бы функциональность, по сути, остается той же самой. Можно еще один вопрос? Давай. Вот ты сказал, что не использовать прокси. Под прокси ты имеешь в виду PG-баунсер? Нет, PG-баунсер — это не прокси, это типа connection puller. Под прокси я имею в виду, что… Ну, вот у тебя есть две базы, и на самом деле изначально никто не… Сама эта база данных даже особо… Ну, она знает, что она slave или мастер, но как бы вот как приложению пойти именно в мастер? Как вот он поймет, что ему идти именно в мастер? Есть… Ну, магии никакой нет, да? Как бы есть два пути. Либо приложение знает, куда ему идти конкретно. Вот то, что я предлагаю, это знание на уровень приложения перенести. Я считаю, что это как бы добро. Есть вторая сторона, когда есть просто прокси, ты идешь всегда в прокси, а прокси уже как-то узнает, как идти, в какую базу данных. Неважно как. Да, да, окей. Привет. Ты это вообще писал, типа, когда не hot standby, получается. А? Ну, есть понятие типа hot standby, когда мы в реплику можем ходить и на чтение тоже. Нет, это концепция работает и с hot standby. Ну, то есть получается у нас… Ну, jQuery, во-первых, называется прокси, это в основном популярная самая jQuery. Вторая есть, ну, версия такая. Вот. И получается, чтобы реализовать hot standby, чтобы мы ходили с клиента, с драйвера, да, на реплики, нам нужно, чтобы сам драйвер научился еще понимать. Условно, это простой select, который мы можем отправить. Нет, вот эту штуку… Нет, это не про это, во-первых. Во-вторых, так делать не стоит, потому что, ну, как бы, если ты хочешь нагрузку на чтение отправлять на слейв, ну, просто подними второй пул, который будет направлен на слейв, и все. Ну, да, вопрос на национальность непонятно, но само понятие hot standby есть, мы можем условно select отправлять на реплики. Ну, никто не мешает нам это делать, да? А если там не важна суть, что данные там сразу появляются. Консистентность, да. И если мы будем делать это только на драйвере, то это реализовать достаточно тяжеловато. Да нет, это уже сейчас можно делать. Берешь пул к мастеру, создаешь, берешь пул… Ну, это вручную, вручную мы из приложения. Ну, да, но как бы… А я думал, ты рассказываешь про то, что драйвером автоматически позволит нам это делать. Нет, я говорю о том, что фейловер мы можем на уровне драйвера делать автоматически. Да, это не реализовано просто. Мы скармливаем ее по коннекшенам. Она сама, собственно, там в зависимости от… Ну да, если бы это еще работало. Ну да, сам вопрос рациональности Монго тоже вопрос. Ну ладно, спасибо. Есть вопросы еще у нас? Окей, тогда давайте к следующему. Спасибо, Артемит. Давайте тогда к следующему докладу переходить. И следующий блиц-докладчик у нас Никита Кондратьев. И он, наверное, сам расскажет. Тебе нужны слайды, что-то еще? Да, у меня есть все. У тебя есть слайды на этом ноутбуке, да? Да, они уже все готовы. Давай тогда мы вернемся, вернем все как было, потому что я пыталась быстренько переключиться. Всем привет. Меня зовут Кондратьев Никита. Я серверный разработчик в компании Авито. Я сегодня буду говорить немножко о такой теоретической теме. И в частности я расскажу о том, как я проанализировал граф своих друзей из социальной сети ВКонтакте. Что же такое граф? Граф — это вообще такой абстрактный математический объект, который состоит из множества вершин и множества ребер. Ребра обычно отражают какие-то связи между вершинами. Вот на слайде представлен граф друзей. Он такой вот запутанный. В нем 210 вершин, 1744 ребра. Плотность графа составляет примерно 0,08. И обычно, когда говорят об анализе графов, то одной из часто применяемых задач является поиск плотных подграфов. И самой популярной формулировкой плотного подграфа является клика, у которой все вершины связаны между собой. Но клика является достаточно строгим. Она накладывает очень строгие ограничения на искомый плотный подграф. Вот в частности, я для своего графа друзей нашел максимальные клики. Оказалось, что ишах целых 11 штук. И они все имеют достаточно большое пересечение в 14 вершин. Но мне хотелось бы получить один большой подграф, который мне по большому счету без разницы, что какие-то вершины между собой не имеют ребер. И здесь нам на помощь приходит понятие квазиклики. Квазиклика — это релаксация клики по одному из свойств, которые указаны на слайде. Далее я буду говорить именно про релаксацию по степени вершины. И эту задачу мне хотелось решить на языке Go. Я знаю, что для других языков, например, таких как Python, Java, там уже есть такие мощные библиотеки для работы с графами. И они уже содержат реализации множества алгоритмов. Стал смотреть вообще, что же там в Go с этим творится. И есть библиотека прекрасная, GoNam математическая. В ней есть тоже отличная реализация графов. Но нет готовых реализаций алгоритмов поиска квазиклик. Поэтому я решил имплементировать уже готовый. И выбор пал на относительно свежий алгоритм, который называется Decreed Composition. Это точный алгоритм. Он находит максимальную гамму квазиклика. Клика с релаксацией по степени вершин. Его основная идея заключается в том, что исследователи связали ограничения на… Основная идея этого алгоритма заключается в том, что исследователи связали понятие К-ядра и ограничения как раз на степени вершин в квазиклике. Они придумали, что можно решать набор небольших задач целочисленного программирования и в итоге на выходе получить уже максимальное по включению гамма квазиклику. Псевдокод данного алгоритма представлен слева. То есть вначале мы просто инициализируем пустое решение и дальше итеративно решаем вот такую задачу целочисленного программирования, которая на выходе нам дает одновременно и максимальное К-ядро, которое является гамма квазикликой. Для чего же это все нужно? А, да, и далее уже про конкретную реализацию данного алгоритма. То есть я взял представление графа из GoNum, но нам еще и нужен солвер для решения задачи целочисленного программирования. Pure Go solver нет, поэтому нужно использовать что-то внешнее. Мой выбор пал на solver GNU Liner Programming Kit, потому что он open-source, он бесплатный. Хотя как бы для улучшения производительности, если это важно, нужно, конечно, уже брать какие-нибудь коммерческие солверы, такие как Siplex или Gruby. Ну и плюс для GLPK уже есть биндинги, которые используют Sigo, и можно просто прям напрямую работать из своего приложения. Далее я посчитал максимальные квазиклики для разных значений коэффициента гамма. Коэффициент гамма — это как раз степень релаксации. То есть он может принимать значения от нуля до единицы. Если мы возьмем значение единицы, то на выходе мы получим обычную клику. Но если мы будем уменьшать, то мы будем все больше ослаблять ограничения на степень вершины, входящую в наш искомый плотный подграф. И вот из этой таблицы как раз видно, что уже при гамма значении 0,75 и меньше мы уже получаем один большой плотный подграф, который является максимальным по включению. И в итоге что же получилось с нашим входным графом? Я нашел максимальные квазиклики для значения гаммы 0,6. Десятых — это значит, что я допускаю, что каждая вершина должна иметь минимум 60% связи от числа возможных. Таким образом получилось вообще много таких квазиклик, но при этом их можно легко интерпретировать. Что вот у нас первая квазиклика самая большая, туда входят только люди, с которыми я общался, когда учился в бакалавриате университете. Вторая квазиклика — это школьные знакомые. Третья квазиклика — это люди, с которыми я учился в магистратуре и так далее. То есть таким образом я получил декомпозицию всего графа и легко могу интерпретировать, где какое сообщество я могу наблюдать. На этом все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы. Вопросы, пожалуйста. Есть, нет? Есть вопросы у нас. Спасибо за доклад. Какие проблемы… Вот почему, во-первых… Такие два связанных вопроса. Мои небольших. Почему был выбран именно Go для вот этой задачи? И какие проблемы возникли, если использовали Python для многих задач, то сравнительно с ним? Ну, Go был выбран просто… Ну, как бы так, для интереса на самом деле посмотреть, как бы что там есть, потому что… Ну, как-то про Go я не слышал, чтобы вот он был именно использован в исследовательских задачах. Да, вот есть замечательная библиотека GoNam, там в ней много чего реализовано, но как бы все равно ее функционал, он меньше, чем функционал там, ну, аналогичных пакетов из других языков. Какие проблемы? Ну, в основном были проблемы с Sigo, да, с использованием внешнего солвера. То есть, например, когда я там писал бенчмарки, чтобы вообще посмотреть там, насколько быстро работает, чтобы попрофилировать немножко работа алгоритма, то как бы там приходилось там прибивать гвоздями конкретную грутину, конкретному машинному потоку, потому что иначе все падало, потому что при переключении контекста терялась память вот этого вот, ну, солвера. Как бы только такие были проблемы вот именно при работе с внешними зависимостями. Спасибо. Еще вопросы? Все, ну, давайте тогда к следующему переходить к докладу помаленьку. Мне надо будет переключить ноутбук. Продолжение следует... Давайте 5-3, 3 минуточки на то, чтобы мы это все подключили. Супер. Так, я беру другой микрофон. И я думаю, что я готова. Давайте немножко поговорим про open source. Мы продолжим более подробно говорить про это на митапе в 4 часа в митапной комнате. Но давайте пока начнем. Вообще, да, у меня нет слайдов, потому что вообще этот доклад должна была делать не я, но я тоже могу. Вообще, как вы знаете, гоо язык с открытым исходным кодом. Что это значит? Это значит, что любой желающий, в общем-то, в гоо может законтрибьютить. Если мы откроем GitHub, то мы знаем, что вот в репозитории go.ang.go находится, собственно говоря, исходный код go. Давайте я как-нибудь так получше разверну это все. Вот. Да, собственно, вот исходный код go. Кроме того, в проекте go, кроме самого непосредственно go, есть еще куча всяких дополнительных репозиторий, со всякими тулзами, с экспериментальной библиотекой, с какими-то еще полезными штуками. И если вам чего-то не хватает, или если вы видите, что что-то можно улучшить, то сообщество go и core команда go, они всегда рады тому, чтобы сами участники госсообщества тоже вносили какие-то изменения. Ну, конечно, не в язык, да, но, например, в тулзы или в документацию, или в примеры. В самый язык довольно сложные изменения вносятся с помощью специального механизма, когда сначала нужно выдвинуть предложение, потом это предложение будет рассматриваться, и только если оно принято, тогда можно сделать изменения в языке. Помимо языка еще очень много всего есть, и вот туда как раз contribute легко, и, да, и, собственно, все очень люди welcome к тому, чтобы туда contribute. Есть вот такой вот файлик в репозитории, который так называется go в проекте go.ang, он называется contributors. Что в этом файле? Кто знает, что в этом файле находится? Да, давайте, там с места можно отвечать просто. Люди, которые, да, люди, которые что-то законтрибьютили. Причем этот лист, он формируется автоматически, как только вы делаете какой-то commit в любой из проектов, связанных с go, в инструменты, в любой репозитория в проекте go.ang, автоматически ваше имя, ваш имейл попадает туда. Ну, значит, вы что-то сделали немножко по-другому. Причем, если вы contribute от имени компании, то имя компании тоже туда попадает. То есть, если вот посмотреть, здесь будет очень-очень-очень длинный список, и можно найти многих наших докладчиков в этом списке и вообще участников сегодняшней конференции, и поэтому на самом деле ваш вклад, он не должен остаться анонимным. Вот так вот можно подтвердить, что вы действительно contribute или в go, и это может быть даже на самом деле такой хороший карьерный шаг, потому что я знаю, что многие компании именно по этому списку ищут гоферов, когда там кого-то хотят захантить, и поэтому это тоже будет плюсик в карму такой. Либо да, либо если вы хотите, наоборот, остаться неизвестным, чтобы вас никуда не хантили, тогда, может быть, стоит под каким-нибудь псевдонимом contribute, по которому вас не найдут хантеры. Ну, кроме этого, на самом деле, кроме непосредственно кода, еще есть вики, и в вики тоже можно contribute. Если вы что-то измените в вики, то вы уже не попадете в список контрибьюторов, но, тем не менее, вообще вклад в вики, вклад в документацию, даже написание статей в блоге, оно тоже считается в госсообществе контрибьюцией, весомым вкладом, каким-то вот развитием, каким-то способом сказать спасибо. И это тоже очень-очень всегда поощряется сообществом, и действительно ценятся такие люди. Недавно, кстати, говоря о Google, ну, собственно, да, вы знаете, что Go — это язык компании Google. Недавно Google открыли программу Google Developer Expert для Go, и если вам… И, соответственно, люди, которые много contribute, которые организуют метапы, которые много рассказывают о Go, они могут стать Google Developer Expert в Go. Это тоже так престижно, это только такая ачивка или такое признание в Go-мире. Мы, на самом деле, на метапе как раз поговорим немножко про то, как contribute в Go, я думаю, у нас там будет искандер шарипов, у которого есть даже целый воркшоп про то, как начать contribute в Go, поэтому, если вам интересна эта тема, приходите. Но где еще вообще Go-разработчику можно contribute и когда приходится, кроме самого непосредственно Go? Нам довольно часто приходится иметь дело с внешними зависимостями, да, с какими-то библиотеками, с каким-то чужим исходным кодом. И бывает такое, что внешние зависимости не идеальны, и в них как раз тоже можно иногда или нужно иногда законтрибьютить. Вообще в чем проблема работы с внешними зависимостями? Мы отвечаем за наш код, мы отвечаем за тот код, который мы пишем, но мы не отвечаем за код внешних зависимостей, мы по умолчанию не знаем, что там. Мы не можем сказать, хорошо ли этот код спроектирован, хорошего ли этот код качества. Мы не можем сказать, насколько там хороши тесты, и не только в плане покрытия тестами, которые может быть можно автоматически посчитать, но и в плане качества этих тестов, действительно ли эти тесты что-то тестируют. Также мы не отвечаем за то, насколько вообще активен этот проект и как он поддерживается. Мы не знаем, какая там лицензия. Мы не знаем, все ли хорошо с целостностью этого кода. И, например, если у этого кода, у этой зависимости тоже есть свои какие-то зависимости, то как там все дело обстоит? Хороши ли зависимости моих зависимостей? И также мы не знаем, например, как обстоят дела с обновлениями, выпускаются ли ходфиксы вовремя, выпускаются ли новые версии вовремя. И бывает, нам иногда нужно проверить, собственно, если мы особенно… То есть я вообще работаю в банке, да, я не представилась, меня зовут Лена Граховац, я руководитель программного комитета этой конференции, наверное, поэтому я не представилась. Вот, я вообще работаю в банке, для нас работа с внешними зависимостями очень важна, и у нас очень-очень-очень жесткие требования на то, как можно работать с внешними зависимостями, поэтому мы для себя придумали такой чек-лист, как проверить, хороша ли внешняя зависимость. Во-первых, да, мы смотрим на описание, что автор или авторы внешней библиотеки написали о ней. Можно ли из этого описания какие-то уже сделать первичные выводы? Есть ли там документация? Опять же, насколько люди серьезно относятся к коду, который пишут. Есть еще прикольный инструмент, горе-порт-карт. Кто знает про горе-порт-карт? Примените, пожалуйста, руку. Ага, не очень много, значит, мы посмотрим сейчас на этот инструмент, и этот инструмент дает маленькую-маленькую быструю оценку того, что из себя представляет внешняя зависимость. Кроме того, имеет смысл обращать внимание на issues и pull-requests. Например, пишутся ли issues, как авторы библиотеки реагируют на issues, принимаются ли pull-requests, от кого принимаются pull-requests, опять же, как авторы реагируют на pull-requests. И опять же, покрытие кода тестами не даст нам, может быть, какую-то информацию про качество тестов, но хотя бы, если там совсем даже и покрытия нет, наверное, уже совсем все плохо. Кроме того, бывает часто, что open source библиотека предоставляют другие отчеты. Мы сейчас тоже пример посмотрим. И, да, к сожалению, из-за того, что у зависимости, как правило, тоже в свою очередь есть зависимости, нам придется вот эту процедуру повторить для всех зависимостей, наших зависимостей, до тех пор, пока мы не убедимся, что у всех все хорошо. Соответственно, если я вижу, что я использую какую-то библиотеку, а в ней что-то неидеальное, что я могу сделать? Я могу попробовать туда законтрибьютить. Я могу улучшить документацию или хотя бы написать какие-то дополнительные тесты, немножко улучшить покрытие кода тестами, может быть, даже предложить какое-то совсем-совсем небольшое изменение, но которое поможет, может быть, новым пользователям, будущим пользователям этой библиотеки, начать с ней работать быстрее. И вот об этом вот всем давайте и поговорим. И, собственно, Хактоберфест, да, сейчас октябрь. Кто слышал про Хактоберфест? Во, почти половина, наверное, слышали. Вот, я на самом деле очень рада, что есть такое мероприятие, как Хактоберфест, которое поощряет контрибуцию в open source. И в чем суть этого мероприятия? Вы делаете пять коммитов в open source проекты, и за это вам присылают прикольную футболку, лимитированную, посвященную конкретно Хактоберфесту этого года. Вот, про это тоже попробуем поговорить. Соответственно, кто-то ради футболки делает пять коммитов в open source, кто-то просто ради идеи, но мне нравится эта идея, потому что это действительно позволяет улучшить все наши библиотеки, с которыми нам приходится работать, сам Go и вообще любые open source проекты. Собственно, перед тем, как перейти к практической части на метапе в четыре часа, давайте посмотрим какие-нибудь примеры того, как вообще open source библиотеки выглядят. Вот проект GoReportCart, про который я говорила, который позволяет оценить довольно грубо, но все же оценить качество разных библиотек. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно здесь вбить адрес библиотеки, я буду использовать GoReform в качестве примера, потому что я всегда эту библиотеку использую в качестве примера open source. И вот я сгенерировала отчет, отчет мне показал оценку A+, но нашел 9 каких-то недочетов. При этом, что здесь оценивается? Вообще, фактически, GoReportCart запускает такую упрощенную версию линтеров. Кто был вот на метапе про линтеры, те знают, что их бывает много, разных, они проверяют очень разные штуки. GoReportCart запускает GoFMT, GoVet, GoCycle, в общем, самые-самые простые какие-то варианты, GoLint. И как раз-таки зачастую GoReportCart позволяет понять, куда можно законтрибьютить. Например, если, вот в данном случае GoFMT не ругался ни на что, все прекрасно с этой точки зрения, но если, например, вы запускаете GoFMT на какую-то библиотеку и увидите, что вот здесь линтер показал, что код не отформатирован, то самый простой способ законтрибьютить — это просто выполнить GoFMT, закоммитить код и отправить pull request. Дальше там GoVet, GoCycle. Ну, вот GoCycle, наверное, уже посложнее, да, потому что это процикломатическую сложность. Здесь бывает сложно переписать код так, чтобы он остался целостным и логичным, но при этом у него уменьшилась цикломатическая сложность. Но вот линтер бывает, например, легко законтрибьютить в то, о чем ругается GoLint. Вот, например, здесь он ругается о том, что здесь есть некоторый тип, который экспортируемый, а к этому экспортируемому типу нет комментария. Соответственно, здесь два варианта. Либо это должен быть неэкспортируемый тип, либо надо к нему добавить комментарий, то есть улучшить документацию. Вот какие-то такие маленькие улучшения, они действительно помогают, потому что возможно этот тип должен быть экспортируемым, да, и тогда документация к нему отсутствует, это не очень хорошо. Либо вот еще вариант, да, misspell. Всегда почти везде, почти все мы делаем опечатки, и самый простой вариант законтрибьютить, что-то улучшить, это вот исправить опечатку. Вот здесь даже есть предположение, что конкретно неправильно. Не знаю, может быть в данном случае это не опечатка, но по крайней мере потенциальное место, где можно что-то улучшить. Давайте теперь посмотрим пример такой библиотеки с открытым исходным кодом. Я выбрала реформ. Реформ это такая ОРМ, но я бы сказала, это скорее такой хелпер для работы с базами данных на ГО. Кто-нибудь использует реформ? О, есть у нас два человека, которые используют реформ. Отлично. Да, немножко продолжая тему постгресса и баз данных. Вот если мы посмотрим. Помните, я показывала чек-лист 5 минут назад? Чек-лист того, как внешняя зависимость должна выглядеть. Если мы посмотрим на реформ, то в принципе она довольно неплохо выглядит, потому что у нее есть описание, у нее есть документация, есть информация, как начать с ней работать. В принципе, если мы посмотрим на issues и pull requests, то мы увидим, что там какая-то активность ведется. И также, кстати, реформ открыта для того, чтобы в нее контрибьютили, поэтому если вам интересна тема баз данных, вот это может быть хороший пример библиотеки, с которой в рамках Octoberfest можно поработать. Да, кроме того, здесь есть вот дополнительные такие шильдики, например, про то, как проходили как раз проверки Golanxia lint, линтеров, про то, как горе-порткарта относится к этой библиотеке, каково покрытие кода тестами. Вот мы видим, что покрытие кода здесь, наверное, не супер идеальное, 68%, то есть один из вариантов того, как улучшить эту библиотеку, это, например, написать побольше тестов, либо, может быть, написать даже каких-то примеров, потому что мне вот, например, при работе с реформ часто не хватает примеров, приходится к автору библиотеки обращаться, чтобы он подсказал, как правильно в том или ином случае что-то делать. Да, давайте посмотрим, как issues выглядят. Мне кажется, здесь были как раз подходящие для October issues. То есть вот если вы видите issues help wanted, значит, это то, где ожидается какая-то помощь сообщества, и в такие issues как раз проще всего contribute. Ну, можем, допустим, посмотреть какой-нибудь из них. Да, описания, правда, тут нет. Кстати, вот, прямо вот буквально переписка участников и спикеров нашей конференции, как можно заметить. Ну, давайте попробуем еще какой-нибудь найти. В принципе, вот Firebird support, я догадываюсь, про что это. Собственно, добавить support, поддержку Firebird. Тоже описание не очень. Окей, в общем, тем не менее, там, где есть значок help wanted, это, скорее всего, та история, где авторы библиотеки будут рады видеть поддержку сообщества, поддержку других людей. И еще есть очень хороший, в принципе, еще иногда используются два очень хороших даже лейбла. Это лейбл Hacktoberfest, в котором также можно найти те библиотеки, в которые, опять же, можно как-то легко и быстро законтрибьютить. И, например, good first issue. Если вы, например, начинающий человек или, не знаю, не совсем еще разобрались с библиотекой, то good first issue — это вот способ туда быстренько войти. Это как раз могут быть истории про то, что нужно исправить опечатку или какую-то мелкую ошибку линтера. В общем, это может быть очень полезно. Давайте посмотрим, как это все, как вообще Hacktoberfest может выглядеть для совсем начинающего человека. Вот я открыла сайт octoberfestdigitalocean.com и я хочу начать контрибьютить. Собственно говоря, в этом году еще не начинала. Может быть, сейчас как раз начну, если интернет нас не подведет. То есть я просто перехожу по ссылке starthacking. Он мне, скорее всего, скажет, что мне нужно авторизоваться с помощью моего GitHub. Но поскольку у меня уже был здесь профиль, да, то он меня просто сразу авторизовал. Вот, да, sign up with GitHub. Ага, вот это у них что-то новенькое. Нужно про себя что-то еще написать и сказать, что вы согласны с правилами. Правила, конечно, надо читать. По той же причине, по какой надо смотреть более или менее, какой-то внешних зависимостей. Но я в данном случае доверяю этому проекту. Окей, в принципе, все. В принципе, дальше вы можете посмотреть, вот даже просто с помощью Explorer Octoberfest Projects вы можете посмотреть, где, куда можно законтрибьютить. Выбираем Go. И, в принципе, вот мы уже находим список issues в самых разных библиотеках, где требуется поддержка как раз на Go. Ну, давайте какой-нибудь из них перейдем. Вообще наугад. Посмотрим, что там находится. Соответственно, мы перейдем на GitHub, попадем в issues. И вот, да, здесь, как вы видите, как раз стоит лейбл в Octoberfest. И поэтому этот проект попал в список тех, в которых можно что-то законтрибьютить. Ну, и, конечно, если вы собираетесь куда-то законтрибьютить, да, хорошо как раз выше отписать, что я собираюсь это сделать. Я собираюсь там что-то пофиксить. И, например, если там фикс будет какой-то нетривиальный, неплохо бы еще написать, как вы собираетесь пофиксить. Тогда опять же авторы библиотеки скажут, хорошо, мы с этим согласны, пожалуйста, фикси, и все. И другие пользователи тоже будут видеть, что вы уже это делаете и не будут претендовать на исправление этой же проблемы. Вот. Ну, и как работает Hacktoberfest? Как только вы делаете пять каких-то коммитов и их принимают, мерзжет в мастер, вы прошли этот челлендж, и через какое-то время DigitalOcean пришлет вам прикольную футболку, которую можно сохранить на память в качестве подтверждения своей контрибьюции в open source. Вот. Кратко, наверное, это все. У нас еще есть время, поэтому мы можем тоже поговорить еще немножко об этом и какие-то вопросы позадавать. Вопросы? Нет вопросов? Ну, хорошо, тогда приходим. Так, есть вопросы. Давайте. Вопрос больше не докладу, а докладчику. Я, наверное… Ну, у меня стандартная история. Я плохой человек. Я в прошлом году прошел Hacktoberfest ради футболки. Karma strikes back, то есть футболка по размеру не подошла. Как вы с этим живете? То есть все проекты, в которые вы контрибьютите, вы… Ну, то есть это некая ответственность. Вы продолжаете в них контрибьютить? Сколько у вас таких проектов? И вообще как вы тогда успеваете на основной работе? Ну, вот, в общем, вот это все. Ну, я, во-первых, какие-то свои проекты маленькие, которые я начинала ради этого, это совсем маленькие библиотеки. Например, какая-то REST API библиотека к какому-нибудь REST API какого-нибудь сервиса. Да, действительно, если вы на самом деле начинаете какой-то проект, или если вы хотите вступить в какой-то проект как серьезный контрибьютер, это ответственность. И да, вам придется на это где-то искать время, в свободное время уделять внимание, например, тем контрибьютерам, которые вам в библиотеку что-то захотят улучшить, либо если вы что-то захотите там улучшить дальше. Поэтому да, с точки зрения там этики и вот хорошего поведения, то важно понимать, что это не просто я там потратил пять минут, опечатку исправил и все счастливо, а что это все-таки действительно какая-то ответственность. Но на самом деле вот как раз какие-то истории, когда я просто, допустим, проходила мимо какой-то библиотеки и увидела, что я могу быстренько написать тест, и это улучшит покрытие кода тестами, то почему бы и нет. Но, наверное, есть смысл все-таки именно контрибьютерить в те библиотеки, которыми пользуешься сам и в которых действительно у тебя возникли какие-то проблемы, или ты видишь, как можно там что-то быстро улучшить и помочь этой библиотеке. Еще вопросы? Нет вопросов? Хорошо, тогда кому интересно, приходите в четыре часа в метапную, мы там соберем разных контрибьюторов, вот в частности Артемий расскажет, как он в PGX контрибьюте, Лоскандер расскажет про то, как контрибьютить в Go, и может быть кого-то еще соберем, кто тоже контрибьютит в open source библиотеки и язык, и можно будет спросить, например, их мнение, как они справляются с такими вопросами, как найти время на то, чтобы контрибьютить в open source. Спасибо.